Назначить Нестеру и Светлана Николаевне наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 6 миллионов 100 тысяч рублей с отбыванием наказания в справедливой колонии общего режима. Следствие доказало, Светлана Нестерова, будучи депутатом, лоббировала выделение субсидий нужным компаниям. Получив миллионы из бюджета, те, конечно, не забывали делиться. Общая сумма взяток составила без малого 5 миллионов рублей. Назначив наказание в виде реального лишения свободы со штрафом, суд также принял в сторону государственного обвинения, в связи с чем приговор удовлетворил в сторону государственного обвинения. А вот бывшие депутаты и ее адвокаты с решением суда не согласны и будут обжаловать. Коллегу Нестерова и Вячеслава Натяга в начале 2018 года также осудили на три года колонии строгого режима за взятку в миллион 200 тысяч рублей в ответ на покровительство строительной компании. Пять с половиной лет колонии получил и бывший заместитель председателя комитета по охране памятников Петербурга Игорь Гришин. Там сумма взятки составила 4 миллиона 500 тысяч рублей. На федеральном уровне ставки растут. Широкий общественный резонанс вызвал приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву. В конце 2017 года он получил 8 лет колонии за то, что требовал от главы Роснефти Игоря Сечина 2 миллиона долларов. Но коррупционные рекорды побил губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. По версии следствия он руководил преступной группировкой, которая получала взятки на общую сумму более полумиллиарда рублей. 9 февраля этого года суд Южно-Сахалинска приговорил экс-чиновника к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 миллионов. Это взятка? Ну давайте сюда. Пожалуй, лучшее применение деньгам коррупционеров нашли в Госдуме в первом чтении. Там уже приняли законопроект, согласно которому все миллионы взяточников будут поступать напрямую в пенсионный фонд. Таким образом, казна пополнится за несколько лет на несколько миллиардов. А это неплохая прибавка к пенсиям. Речь не о, еще раз, не абсолютных цифрах, а в принципе, который заложен в самой фабуре законопроекта. Подфискованные, казнокраданные средства должны идти в пенсионный фонд. По мнению инициаторов закона, нечистых на руку чиновников и депутатов жить честно также должны научить реальные сроки в колониях. Дмитрий Копытов, Степень защиты.